Знайте где-то, да? Да, знаю, знаю. Кто ты? На гиле французской актрисы Сара Бернард. Перед вами, значит, площадка. Вот представьте себе на этой площадке Сара Бернард репетирует свою роль. У нее есть личный секретарь, который страшно любит театр, и он всегда ей помогает. Он записывает все ее работы, которые она проделала, и как это было. Помимо этого, она, Сара Бернард, пользовалась тем, что он любит театр, и заставляла его, чтобы он работал с ней на сцене, как актер. Ну, он отказывался, но соглашался, в конце концов. Очень творческая натура. Так вот, эта терраса, ну, такой, знаете, балкон такой, открытое небо. Это место там, где Сара Бернард репетирует и создает свои шедевры. Мы вам покажем две сценки, жарко, может быть, открыть. Ничего нечего вам было. Две сценки маленькие покажем в роли Сары Бернард, актрисы Полины Боржемской, в роли личного секретаря Владимира Салова, который старается всячески сохранить эту гениальную актрису, которую очень, ну, мы потом узнаем. Пожалуйста, Полина. С этой стороны садись. Господи, как вы сюда попали? Так же, как и вы. Кто вас сюда привел? Понятно. Увлекаетесь этой книгой. Питук. Посмотрите, вот сына моя. Оно прозрачно. Молчит. Как ребенок, которого поставили в угол. Ветер тоже затих, ничего не шелохнется. Но солнце, боже мой, как оно ждет. Принесите мой зонтик. Оно прозрачно. Оно прозрачно. Молчит. Молчит. Оно прозрачно. Удивительно. Удивительно. Ветер. как старая ящерица. Ой, китур. Я сейчас вспомнила премьеру в комедии Францесс Федро. Так что публика была в восторге, да? Критики Вольфстани. А что бы еще оставалось? Остановись. Здесь постоим немного. И тень от сил кончается терпенье. Луч солнца неожиданно слепит. Сгибаются дрожащие колени. О, солнце лучезарное! Тебя и я, и мать, как предок. Рассказка почитали. Теперь красней мой. Слушай, рассказ твой лик. Передо мной в последний раз. Вы не слушаете. Я Федора слушал сто раз. Должны заметить, что я каждый раз играю по-новому. Ну, вы там знают мое отношение к классикам. Корнель и Расин – это не для нормальных людей. Не для обычных. У них эти корнованные дамы блеют, как козы. Судорога бросается под ноги мужчина и при этом обживается потом. А вам кто-нибудь бросался под ноги? Представьте, никогда. Неужели вы никогда не взрывались от страсти? Когда теряешь голову и готов потерять все остальное. О чем, мадам? О том, что однажды все-таки были влюблены. Вы сами как-то обмовились. Ну, однажды, да. Ну и как? Что? Ну, чем это кончилось? До какой степени вы дошли? Ну, дошел. Как интересно, как интересно. Расскажите. Ну, это очень лично, это неудобно. Ого, еще как удобно, рассказывайте. Рассказывайте, петух. Ну, хорошо. Мне было 25. Очень интересно. Ну, и как ее звали? Лис. Лисет. Прелесть. Ну, и дальше, что было дальше, петух? Мне это неудобно. Ого, еще как удобно. Рассказывайте. Рассказывайте, петух. Ну, хорошо. Мне было 25. Рассказывайте, петух. Она, видишь, не пожил у нее. Я не могу. О, петух. Ну, что вы, петух. Как ее звали? Лизе. Я уже называется Лизе. Ну, и дальше, что было дальше, петух? Ну, родители обожали ее. Ее родители обожали меня. Тетя Изабелла дала нам деньги на квартиру и березю. Ну, все было в порядке. Да, я тоже так думал. Ну, и дальше. Ну, и что же дальше? Ну, дальше. Она сказала. Жорж. Я так больше не могу. Ой, петух. Вы не то говорите. Что было дальше? Значит, у вас были какие-то родногласия, да, в жизни? Да. На что? Ну, ждать. Ждать или не ждать? Ждать. Чего ждать? Я смотрю. Ага, поняла. Вы были слишком былки. Вы раздували ноды. Вы требовали ее немедленно. Она требовала. Ну, однажды ее родители уехали за город. Она осталась дома. Знала, что я должен прийти. Да-да-да-да. Да-да-да. Встретила меня в тиферях. Взяла саду и пролила в спальню прямо к пастелью. И вы не пили? Нет, Муран. Я сел. Я сразу же догадался, чему она клонит. Я же не дурно. Моя мать всегда говорила, до свадьбы. Ни за что. А она? Ну, она... Она что-то смеялся. Да и жестко. Как вы на ее умеете? Что смеялась над вами? Как я вас понимаю, какое это страдание? Да нет, смеяться в этом стало. Но я действительно стало неудобно. И я встал. Да? Мне стало неудобно. Я встал. А она? Она сказала, Жош. Если все мужчины таковы, то я не вижу смысла вообще в замужестве. И все? Нет, она снова начала смеяться. Ну, потом... Ну, почему мы убедились с ней еще один раз? И все. Ой, какая трогательная история. История двух настоящих людей. Вы действительно так думаете? Да, педу. Я так думаю. Мир педу. В широком понимании этого слова проходит мимо тончайших нюансов человеческих чувств. Миру нет. Дело до них. А ведь именно на них и строится мир. О, как я это понимаю, я это чувствую всем своим древним сердцем. Слишком древним. Педу. Солнце заходит. Оно заходит. Так оно в вечер всегда заходит. Оно заходит для нас. А кого-то... Для кого-то оно восходит. В то же самое время. Педу. Теперь вы мистер Жарет. Но. Никаких но. Эдуард Вильям Жарет. Так. Ночь. Ночь. Поезд остановился где-то около Детройта. Дорогу преградило стадо коров. Они улеглись на рельсах. Коровы. Ну да. А может быть это были быки? Ну возможно быки. Итак. Мистер Жарет. Сигарой в зубах. Стучит в дверь моего купе. Я отдыхаю. Мистер Жарет. Стучит в дверь моего купе. Я слышу как он случил. Стучит слышно. Ой. Я кто это? Что могу одна? Ой. Минуточку. Молям. Я не готов. Одну минуту. Сейчас. Сейчас. Молям. Это я, мисс Бернард. Шарет. Да. Что вам угодно. Я отдыхаю. Есть что обсудить, мисс Бернард. Утром обсудим. Это невозможно. Откройте, мисс Бернард. И не подумай. Вы меня... Вы заставляете работать меня как лошадь. Я устала. Мне нужно отдохнуть. Как хотите. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Отдыхайте. Питу. Что, мадам? Жарет должен поговорить со мной именно этой ночью. Вы же сами отказали ему в этом. Эдуард Жарет не из тех, кто отступает как мямля. Он будет орать как пьяный мужик. Он пробьет с тебя дорогу в мою купе. Пробивайте. Как? Как он ломился. Слушайте, вы. Хватит играть в святую невинность. Я не какой-нибудь актеришка с голой задницей, которую можно выгнать в шею. Я плевать хотел на вашу усталость. Я не тот мальчик, которому можно уговорить прийти завтра. У меня не побрыкаешься. Я спит ума. Мадам, я не могу так делать. Я не могу сказать даже это. Да что вы, пидур. Ну, это все. Это самое приличное из его лексикона. У него такой стиль. Самобытный совет. И в этом, если хотите, его шарм. Его обаяние. Ну, а можно ли вместо того, чтобы сказать актер с тем-то тем-то, ну, сказать просто актер так себе? Или вообще вместо всего сказать что-нибудь отвлеченное? Например, трам-там. Мадам! Ам! Мадам! Ну, 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 кто я? Вы трам-тарарам-там-там-там! Кто я? Кто, кто? И вы будете со мной трам-тарарам-там-там-там! И я плевать на вашу усталость! Ну, ладно, ладно, ладно. Пяту, забудем про очарование мистера Жаретта. Просто будем говорить то, что говорил бы Жаретт без непристойности. Хотя без непристойности это уже не Жаретт. И так, стучите. Входите, мистер Жаретт. А я не верю, что это стучит мистер Жаретт. По запаху стигары я узнала, что он стучит. И так, чего вам угодно? Чего вы хотите? Чего я хочу? От чего я хочу, а? Я хочу... Ну, это только и о деньгах, о деньгах, да? О деньгах, нет, не о деньгах. А? Я... А, о моём животных! Да нет, я не о животных, я... Ну, я знаю. Мне говорили, что мой Жасмин, моя маленькая обезьянка, прогрызла обшивку в вашей машине. Но я вряд ли должна отвечать за обезьянку. Да я не о животных. О чём же? Говорите и освободите моё купе. Малан! Парон, трам, тарам, пам-пам, и всё! Ах так? Ну, берегитесь. Кто вам дал право, вмешиваться в мою частную жизнь? Сначала вы вбегаете, как это следует вашему английскому такту, а потом... Собираюсь. Собираюсь. Говорите о Жаке? О Жаке? О Жаке, господи! О Жаке! Бедный Жак! Я говорила и обещала, что он сделает карьеру в нашем театре, а вы снова отказываете ему главной роли, унижаете его! До каком основании? Может быть, вам вообще не нравятся греки? Мадам! Мадам! Это ваше четвёртое американское турне! А хоть бы и пятое! И каждый раз вы привозите саванного трамтана! Пардон! Мужика! У них почему-то у всех волосатая грудь, кривые ноги! Но я, разве, когда-нибудь жаловался? Жир! Но я, но вы никогда, ни одного из них не делали их своим мужем! Жака, я люблю! Понимаете, люблю! Мадам, мы здесь вовсе не из-за любви! Мы работаем здесь ради денег! И это единственное, что нас может только здесь задерживать! А ваше, с позволения сказать супруг, ставить наше дело под удар! Бог с ним, с его кривногостью! В конце концов, это касается только вас одной! Но он в каждом спектакле забывает текст! Толчит, как баран, то и начинает нести какой-то бред! Я советую вам, мадам, как можно скорее отправить его во Францию на ближайшем пароходе! Вы что, о наркотиках, да? Кто вам подбросил эту басню? Да это очевидно, мадам! Жарет! Вы нахал! Вы пользуетесь своей властью администратора и нападаете на достойного человека, моего мужа! Вы даже не удосужились говорить и называть меня мадам Тамала! Мадам Тамала! Мадам Тамала! Он подонок! Публик! Я не буду держать его в трупе! Я не намерен! Публика платит за Сару Бернар, да? А не за мадам Тамала! Так вот, Жак, Том дал право унижать моего мужа! Европейца, в конце концов! Европейца! Европейца! Подонка! Питу, по жестокости вы уже превзошли Жарета! Питу! Я уже вам сказал, я не буду держать его в трупе! Я не намерен! Питу! И никакой питу вам не поможет отвечать! И когда он уберется, это трам-трам-па-пам! Я не обязана вам отвечать! Я не обязана вам открывать свою душу! Душу? А мне наплевать на вашу душу! Ну, за исключением тех моментов, когда... Вы вынуждены бы вываливать свою душу на сцене! Жарет! 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 Если я вас правильно поняла, вы мне ставите ультиматум, так? Да! Либо мы не работаем, либо он уезжает, так? Так вот! Жак арестит, да мала, мой законный муж! А вы? Вы только... Действительно, кто вы такой? Да мне плевать на нашу работу! Мне плевать на то, что кто-нибудь обо мне так думает и вместе с вами трам-трам-трам-трам-рам! Ну, такое делается! Но предупреждаю! Вы! Проиграете! Только вы! Только вы! Ой, дайте воздуху! Меня... Познакомилась с ним... Сестра Жан! В Париж! Но влюбилась я позже В маленьком кабаре Как он выигрывал Ему тогда еще не нужны были наркотики Он учил моего сына Разным шулерским фокусом Но Марис его все равно ненавидел У него была самая прекрасная борода Самая прекрасная, из которой я когда-либо видела 30 лет, все греки красивые Когда мы молоды Нам нужны их тела Их подтянутые животы, их мозг Позже запах табачного дыма Самоуверенность Об остальном мы забываем Или пытаемся забыть И только потом, много позже Она снова начинает волновать их плоть Правда, мама? Что, я снова мама? Да нет, вновь начинает волновать И мы, старые женщины Как интеллигентные попрошайки Робко заглядываем в им глаза Надеясь на чудо Нам, нам Мы живем в мире своих фантазий Нам кажется 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 Жак, 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 Жак Вы не называете меня так, Жак Любовнику это не полагается Тем более, мужу Жак, вы так на меня смотрите Я испугала вас О чем вы думаете? Да, смотрите в мое лицо Скажите, сколько мне лет? Ну, Жак, скорее Я вам помогу При Шекспире я еще не жила Ну, Жак, сколько? По-моему, сегодня 75 Я просила серьезно 30 Ну, зачем так приумешать? Мне 38 Да, да, да 38 Неужели? Да, да, да Я всегда слежу за собой Массажи, лосьоны Моя мать меня научила Она знала, как это важно Для женщины Такие, как я Они должны Сжигать себя на тла Правда, Жак? Правда, обнимите меня, Жак Жак, что это, Жак? Это, это ваш сын Морис И его компания А, Морис Мальчик мой Он полюбит вас, Жак Скоро полюбит Ну, что они ловили? Ну, наверное Креветок, лангустов А, креветок, лангустов Обнимите меня, Жак Вспомните, что вы мне говорили Первую ночь Ну, Жак Мадам Жак Мадам, я питу Мадам Питу Вот и возвращайтесь к детям А я останусь одна Мне всегда хорошо, когда я Одна Мы спросим все подружки Я не хочу, чтобы они путались между нами Жак У вас закрыты глаза Вы заснули? Нет? О чем вы думаете? Ни о чем? Ладно Мы будем счастливы Мы не будем ссориться Я полюбила монастырь Очень быстро Привыкла к святой матери Софии К сереньким сестрам Они безропотно Бесконечными ночами Лежали в своих постелях И ждали Ждали Иисуса И смерти Я полюбила эту жизнь Я умоляла маму Оставить меня там навсегда Дайте мне умереть вместе с этими Серенькими, тихими сестрами Мамочка Это очень недолго И Бог Это недолго Я умру, молодой Я знаю И моя душа взлетит вверх К сияющим звездам Я ведь тогда еще не знала Что вы тоже Не без вер Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому